приветствую вас друзья с вами назаренко иван и трейдинг вольный терминал тема нашего сегодняшнего видео это как настраивать индикатор cluster finder cluster finder это индикатор который находит необходимые вам кластера по вашим настройкам или группу кластеров видео про кластера мы уже узнали что кластера является максимально полезными для понимания того что происходит на рынке в определенных местах и могут помочь трейдеру сделать правильные и верные решения или остановить его от неправильных решений что иногда намного важнее для начала давайте перейдем в график вида кластерного и немножко настроим его как нам удобно поставим дельта фильтр и бидаск текст минимальные какие-то настройки чтобы мы уже могли видеть больше как я показывал в прошлом видео итак cluster finder находится в разделе объемы их два есть индикатор они абсолютно аналогичны просто один вы можете использовать например для европейской сессии а в другой для американской сессии поскольку объемы кластеров будут разные объемы торгов будут разные для нас важно увидеть это и в каждой сессии и так чтобы он начал работать вам нужно активировать поисковик для того чтобы активировать поисковик вы просто должны поставить флажок здесь что такое агрегация маркет ордеров агрегация маркет ордеров это суммирование исполненных ордеров до сделок по одной цене и в одно и то же время вплоть до миллисекунды чтобы агрегировать маркет ордера вам необходимо поставить флажок соответственно здесь есть два поля основных минимальный средний объем и минимальный объем кластеров их настройки абсолютно будут одинаковые давайте разберем на примере минимального объема классе например вот мы сейчас ну сами уже видим да что на европейской сессии вот интересны объемы которые больше тысячи контрактов примеру и мы выбираем минимальный объем пластеров которые мы будем выделять да нам будет платформа сигнализировать о появлении такого проторгованного объема тысячи контрактов если мы с вами выберем объем и бит и ask как сейчас сделан то будут подсвечиваться и например вот этот кластер да и вот этот и этот давайте попробуем это отлично если же мы сами выберем объем или бит или ask то естественно будет подсвечиваться только объемы прошедшей только или победам 1000 или по ask поле минимального среднего объема кластер работает по тому же принцип вы вводите минимальный средний объем по кластеру который вам необходим и уже программа будет искать именно его объем бит или ask эти настройки или объем и бит и ask работает по тому же принцип поле максимального объема свечи минимального объема свечи это связано с вертикальным объемом то есть таким образом вы будете отфильтровывать свечи в которых больше заданного объема или меньше заданного объема или в каких-то пределах для этого давайте сами для нашего с вами удобства выберем сейчас вертикальный объем посмотрим какой у нас нам интересен объем ну вот например здесь у нас 2 600 здесь 3 400 давайте для примера выберем да такой объем 2 700 поставим и здесь пропало здесь осталось принцип думаю понятен если кстати вы в каком-то либо из полей ставите 0 ну или естественно галочки нету то значит это эти фильтр работать не будет давайте будем смотреть объем только там где прошло у нас ну вот больше 60 тысяч до контрактов до отфильтровала все лишние вот эти два которые мы смотрели нет не использовать их а только здесь ok дальше если мы активируем данную настройку от средней цены да зависит то соответственно с вами будут показываться отображаться кластера по беду только те которые находятся выше или посередине данного бара или будут отображаться аске которые ниже ну или находится на середине данного бара давайте отфильтруем вот видите у нас с вами беды выше аске ниже почему это важно потому что аске вверху когда у вас находится это нормально для рынка до толкают цену маркет ордера ну вверх соответственно толкают аске а вниз толкают беды и когда данная свечи данные пластера находится вверху аске на при этом абсолютно нормально в принципе так и должно быть рынку мы довольно часто хотим находить какие-то необычные ситуации максимальное количество сделок так я уберу сейчас лишние чтобы чтобы у нас было больше их да для примера поставим 500 сделок так давайте поставим с вами меньше меньше количество чтобы было да то есть чтобы мы понимали что пластер набран более крупными сделками да то есть чем меньше сделок тем набрано более крупными сделками ok сразу их стало меньше так уберем теперь эту настройку посмотрим как это у нас выглядит вернулись только high и low данная данная настройка она будет отображать если вы поставите например 4 ну или 5 это 5 пунктов да то есть от high и от low будет будут искаться кластера только в данном диапазоне опять-таки почему это важно это связано вот с той же настройкой где у нас стоял флажок да вот этот где кластера находится беды отсеиваются аске от середины бара допустим вот важный кластер да то есть вот кластер по бедам здесь ну он говорит нам о том что в принципе хотели продавать продавали принципе можно искать и лимитное удержание как в данном случае ну это уже зависит от вашей стратегии от вашей тактики на поведение кого вы ищите на рынке с кем вы хотите торговать вот здесь мы видим внизу свечи большого крупного маркет покупателя который в итоге толкнул цену вверх окей ну и дельтро фильтр работает точно также по аналогии с речите объемами это дополнительная фильтрация перевеса в объемов которые прошли на покупку и продажу то есть он привязан к двум параметрам по среднему объему если у вас активирована вы ищите кластер среднем объем и просто по объему кластеров довольно просто давайте сами поищем ну а такой настройки нашли вот такой настройках принципе я специально выбрал здесь 51 контракт ой 51 процент почему потому что в принципе в какой-то мере ну в данном случае она нам подсвечивает лимитного игрока можно так сказать то есть пытались продавить цену вниз но он достаточно много себя принял и не прошла ценами поскольку был перевес до 51 обычно в кастерах на самом деле ну довольно важных кластера могут быть может быть важен перевес там и в 10 20 процентов то есть достаточно для того чтобы толкнуть рынок вверх или вниз ну вот вверх толкает здесь и здесь есть и по бедам пластер но как вы видите он намного меньше чем тот же опять таки повторюсь это не стратегия какая-то дал вас сразу это нужно использовать в соединении с чем-то на следующие настройки которые в галочке есть только продажи только покупки в принципе здесь вы выбираете цвет как вы настраиваете данные ну данные треугольники да там или ромбы например следующий настройка это ром можете выбрать и теперь у вас поменяется но как вы видите если использовать треугольники она даже немного подсказывает вам условно что делать но опять таки я повторюсь что не нужно прямо применять это как увидели треугольник значит покупать треугольник по аскам значит покупаем сразу нет так не работает нужно более грамотно подходить к анализу рынка и в этом кластера как раз таки еще более помогают чем просто графический анализ сигнал смотрите если вы ставите просто сигнал значит вас от будет когда будет являться такой кластер у вас будет происходить сигнал только на платформе оповещать вас звуковым сигналом если вам не нужен звуковый сигнал вы можете выбрать в настройках звука оповещения без звука если вы поставите галочку сигнал на email то вам естественно на ваш мэл придет оповещение вам не нужно будет сидеть и за компьютером или находиться рядом с ним чтобы услышать что что-то пришло вам на почту приходит сигнал и вы уже можете обратить на это внимание как это работает но это нормально у вас будет работать потому что 15 минут в принципе пока сформируется данный пластер у вас есть время для того чтобы принять решение он не он не сформироваться обычно за одну секунду только там на минутных графиках ну там тоже не за секунду но на минутных графиках уже ближе к делать говорить сигнал файл пока что можно не использовать данные настройки разделенные даст прямо в индикаторе сигнал и сигнал на email наверное будет и дальнейшем мы использовать их будем везде также можно сохранить данные настройки которые у вас как с шаблон и использовать уже там допустим на nasdaq например ну хотя на nasdaq будет намного другие конечно настройки но как пример вы там можете на минутку переложить или на 5 минутку или на 30 минутку и уже посмотреть просто запустили шаблон поставили ввели имя его не используйте данном видео мы с вами разобрались как настраивать пластер finder и некоторые даже пример разобрали что можно найти с помощью данного индикатора в принципе он для этого и создан то что можно найти на графике с помощью этого индикатора вливание крупных мастеров по бедам по аскам по отдельности или вместе до или для среднего объема это можно использовать если остались вопросы пишите нам поддержку мы с удовольствием них ответим и поможем вам с настройками кстати как настраивать пластер finder вы также можете найти у нас на сайте разделе как пользоваться инструкция и находите в разделе объемы cluster finder здесь есть все описание по настройкам о том о чем мы сейчас с вами говорили если видео было для вас полезно ставьте лайк подписывайтесь показывайте друзьям шерти его до встречи в следующих видео кстати оно будет о пластером анализе с вами был назаренко иван и тренинг волюм терминал до связи а